Друзья, перед просмотром видеоролика, хочу порекомендовать вам мой канал на Яндекс Дзен Пенсионный Ответ. Пенсионный Ответ это канал, где мы говорим о пенсиях просто и понятно. Хотите узнать, как правильно рассчитывать пенсию, какие льготы и выплаты вам положены, или как накопить на достойную старость? Этот канал поможет вам ответить на все вопросы, связанные с пенсией, и подготовиться к достойной жизни после выхода на заслуженный отдых. Переходите по ссылке в описании под видео или закрепленном комментарии, подписывайтесь и оставайтесь в курсе важных изменений. Привет, друзья! Сегодня у нас важная тема, которая касается каждого из нас, кто когда-либо задумывался о пенсии. Задумывались ли вы о том, что делать, если ваша пенсия не дотягивает до прожиточного минимума? И как узнать, можете ли вы рассчитывать на минимальную пенсию от государства? В этом видео я расскажу, кто имеет право на такую пенсию и как ее оформить, а также объясню, что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией. Итак, что такое минимальная пенсия? Это тот самый страховой буфер, который государство предоставляет людям, чья пенсия не достигает прожиточного минимума. Это гарантированная выплата, которая позволяет людям с небольшой пенсией не оказаться в трудной финансовой ситуации. Иными словами, если вы не можете обеспечить себе достойный уровень жизни на свою пенсию, то государство обязано вам помочь. Минимальная пенсия – это не что-то сверхъестественное, а просто установленная сумма, которая гарантирует, что даже в самых сложных ситуациях пенсионеры смогут прожить. Теперь давайте разберемся, кто имеет право на минимальную пенсию. Для начала, это люди, достигшие пенсионного возраста. Для женщин это 60 лет, для мужчин – 65 лет. Также если у вас недостаточный стаж, то есть, например, вы не работали все эти годы официально или работали, но мало, это не означает, что вы не можете рассчитывать на минимальную пенсию. Это важный момент. Еще одно условие – вы должны быть гражданином Российской Федерации и проживать на территории страны. Если вы уехали за границу, пенсия выплачиваться не будет. Теперь важный вопрос, как понять, положена ли вам минимальная пенсия. На самом деле все просто. Первое, что можно сделать, это зайти в личный кабинет на портале Госуслуг или просто обратиться в пенсионный фонд. Там вам скажут, сколько вы получаете и положена ли вам доплата до прожиточного минимума. Пример из жизни, представьте. Есть такая бабушка Марина из нашего соседнего двора. Она всю жизнь проработала на низкооплачиваемой работе, и когда пришло время выходить на пенсию, оказалось, что ее пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. Ее сын пошел в пенсионный фонд, и после консультации бабушке оформили доплату. С тех пор она стала получать немного больше и уже не переживает из-за коммунальных услуг. А теперь, если вы выяснили, что вам положена доплата, как оформить минимальную пенсию. Все довольно просто. Вы можете подать заявление либо в пенсионный фонд, либо через портал Госуслуг. Чтобы оформить доплату, вам понадобятся стандартные документы, паспорт, пенсионное удостоверение, а также справка о доходах. Все это не займет много времени. Задумывались ли вы о том, стоит ли бороться за минимальную пенсию? Однозначно стоит. Даже если ваша пенсия невелика, эта доплата может быть полезной. Представьте, как тяжело, если вам не хватает денег на оплату коммунальных услуг или лекарств. Минимальная пенсия – это ваша законная поддержка, и ее нельзя игнорировать. Да, сумма может быть небольшой, но она все равно поможет вам улучшить качество жизни. Поэтому не стесняйтесь подавать заявление, если вам положена доплата. Есть пара важных моментов, о которых стоит помнить. Первое – региональное различие. В разных регионах России прожиточный минимум может быть разным. Например, в Москве он выше, чем в других областях. Соответственно, размер минимальной пенсии в Москве будет выше. Во-вторых, пересмотр выплат. Прожиточный минимум пересматривается ежегодно. Это означает, что ваши выплаты могут измениться. И важно следить за этими изменениями, чтобы не упустить свою надбавку. В общем, минимальная пенсия – это не что-то страшное, а реальная помощь от государства тем, кто оказался в сложной ситуации. Если ваша пенсия ниже прожиточного минимума, вы обязательно должны обратиться за доплатой. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. До новых встреч в следующих выпусках.